Доброе утро, это Укрлайф, и мы начинаем сегодня большой марафон, он будет длиться два дня. Мы проводим этот марафон совместно с Украинской Хельсинской спилкой «Справлю Дыны». Инициатором этого марафона является Олег Мартынинг, он сегодня представляет спилку. Олег, доброе утро. Доброе утро. Я заранее анонсирую, что у нас на сайте вы увидите анонс, кто будут эти люди, которые будут выступать от разных правозащитных организаций. Пожалуйста, присоединяйтесь, пишите нам, мы можем рефлексировать прямо и отвечать на вопросы прямо по ходу марафона. А сейчас мы начинаем с Олегом Мартынингом. Олег? Очень приятно. Ну, давайте, наверное, немного поговорим о том, что наш марафон будет называться «Правосудие переходного периода». И на первый взгляд это какая-то такая странная, непонятная, не правозащитникам, не юристам категория, ну, кажется, из какого-то другого мира, которое, собственно, нам и не надо знать. Вот почему нам, обычным украинцам, вообще нужно об этом думать и знать? И какую-то роль вообще играет? Ну, я согласен с тем, что когда мы только прикоснулись к теме войны и соблюдения прав человека, то, естественно, в первую очередь возникло международное гуманитарное право. И по мере того, как мы в течение последних двух лет развивали эту тему и, по сути дела, я принес все эти наши тематические отчеты, которые посвящены и гуманитарному праву, и соблюдению прав журналистов в зоне АТО, и прав ребенка в зоне АТО, и проблем незаконных мест лишения свободы по обе стороны фронта, то мы вышли на то, что как юристы мы можем говорить об этих проблемах, но мы этим самым захватываем только узкую часть. И тут, ну, рано или поздно, все равно правосудие переходного периода, или как я его для себя называю, для простой переходной правосудия, как тема всплывает само собой, и если мы почитаем документы резолюции ООН, доклад Генсек, это документы 2004-2005 года, оказывается, что правосудие переходного периода только отчасти касается чистой юриспруденции и юстиции в нашем узком понимании слова как судебной власти. На самом деле это большой комплекс государственных мер по восстановлению справедливости по отношению к жертвам конфликта, либо по отношению к жертвам режима, в зависимости от того, о каком переходе мы говорим. Само переходное правосудие возникло в 90-х, когда страны Западной Европы, особенно Восточной Европы, начали переходить от тоталитарного режима к демократическому, и это было переходное правосудие из авторитаризма в демократию. После этого, когда эти принципы начали применять в горячих точках планеты во время вооруженных конфликтов, это была и Африка, и Латинская Америка, и отчасти Европа-Балканский конфликт, то оказалось, что они применимы и во время перехода от вооруженного конфликта к постконфликтному периоду, то есть к мирному существованию. И в любом случае, сама цель переходного правосудия – это восстановление справедливости, примирение конфликтующих сторон и установление такого режима, когда все ветки власти работают гармонично, взаимосвязи друг с другом, поскольку само переходное правосудие предполагает четыре главных направления. В первую очередь, это уголовное преследование виновных, при этом с двух сторон, если мы говорим о вооруженном конфликте. Это репарации жертвам, и здесь включается и сатисфакция моральная, и компенсация материальной за физический, материальный, психический ущерб, который человек понес во время конфликта, либо авторитарного режима. Это и увековечивание памяти жертв с обеих сторон во время конфликта, если это вооруженный конфликт. И это установление тех гражданских механизмов контроля за властью, которые сделают невозможным либо авторитаризм, либо неконтролируемый вооруженный конфликт в стране. И это второе только направление. Третье – это проведение институциональных реформ, в первую очередь сектора безопасности, и сюда подпадает и судебная ветка власти, и правоохранительные органы, те, которые обеспечивают безопасное существование гражданина как физического существа в своем государстве. И, наконец, это повествование правды, если так дословно переведиться на английском, но это траустеллинг, рассказывание правды, повествование. Это установление специальных комиссий правды, как они называются, с тем, чтобы восстановить историческую память, исторический ход событий, дать непредвзятую картину, что же произошло до конфликта и во время конфликта, с тем, чтобы все поняли, что этой правды исторической уже никто не может манипулировать. Политики ни с одной стороны не могут перекручить факты для того, чтобы сделать политические бонусы. И, естественно, в этом направлении мера для того, чтобы в учебных программах правильно излагалась та историческая правда, которая восстановлена с помощью таких комиссий. И вот когда четыре направления выполнены, вот тогда мы можем говорить, что примирение, как итоговый результат всего этого процесса, может быть достигнуто. Но, опять-таки, если работают все четыре направления, государство двигается по ним. Естественно, здесь нужна политическая воля. И когда мы посмотрим на весь этот спектр, то оказывается, что сама по себе работа юристов, судей здесь важная, но не по массиву, не самое главное. Это работа правозащитников, это работа волонтеров, это работа частных лиц, это работа и научных работников. То есть здесь каждый может найти себе маленький кусочек. И я надеюсь, что во время как раз телемарафона и будут те люди, которые представляют различные сегменты своей работы, помочь склеить картину, что же из себя переходное правосудие представляет. Но вот когда мы говорим о переходном правосудии, мы говорим о войне на Донбассе или еще и о Крыме говорим? Или все-таки только о Донбассе? У нас в Украине вообще уникальная ситуация. Я бы начал говорить о том, что мы говорим о, во-первых, переходе Украины от авторитарного режима демократическом, потому что, давайте будем правдивыми, ни режим Януковича, ни режим Кучмы, ни Ющенко, он не был демократическим. Это все последующие авторитарного постсоветского прошлого. И мы сейчас все равно живем в этом периоде. У нас не демократическое государство в том понимании, в котором бы мы хотели его видеть. И вторая уникальная особенность. Мы действительно живем в ситуации вооруженного конфликта. И сюда входят и оккупация Крыма, и оккупация Донбасса. И поэтому, когда оппоненты говорят, что мы не можем сейчас говорить о переходном правосудии, потому что оно включается тогда, когда, скажем так, демократия победила авторитаризм, и она и судит это прошлое, либо когда одна вооруженная сила победила вторую, и происходит некий трибунал, ленингерский процесс. На самом деле, для Украины... То есть как постфактум, да, собаку? На самом-то деле, все умные люди делают проактивный подход, то есть подход на опережение. И здесь Украина может стать блестящим образцом в рамках всей планеты, показывая, что мы одновременно решаем две проблемы. Переход от авторитарного режима к демократическому, от военного состояния к мирному. При этом начинаем об этом думать. И уже тогда, когда мы еще воюем. И если на это найдется политическая воля, то мы можем сделать даже национальную модель переходного правосудия. Их в мире насчитывается много. И вот в чем еще одна опасность, в кавычках опасность мирового научного сообщества, они всегда пытаются предложить свои варианты переходного правосудия. Ну, допустим, африканский вариант. Вот они же примирились в ЮАР, давайте мы мириться. Или, допустим, Колумбия. Вот они же простили боевиков, сделали им амнистию, давайте мы сделаем амнистию. Но если мы посмотрим на это, то весь этот мировой опыт, он довольно пестрый, и он правильно делает критический анализ своих подходов, говоря, например, о том, что трибунал по бывшей Югославии и Паруанде занимает, если не ошибаюсь, 2000 персонала, которые задействованы в обслуживании работы этих двух трибуналов. И это стоит 250 тысяч долларов в год на оба трибунала. Это составляет, по-моему, 18% общего бюджета ООН. Это очень дорого. Попробовали сделать трибуналы, по-моему, по Сьерра-Леоне, смешанный трибунал, который будет спонсироваться за счет добровольных поступлений. Через два года этот трибунал попал в коллапс, потому что никто денег не давал, и все. Просто у них волонтеров нет, как у нас. Бедные они просто. Багатых волонтеров. В результате получился Международный уголовный суд. И мы хотим сейчас добиться ратификации Римского статута, хотя на самом-то деле это больше даже важно для нас, как для государства с точки зрения имиджа, нежели по существу. Потому что по уставу Совета безопасности и по процедурам Международного уголовного суда дела в Международный уголовный суд может подать Совет безопасности даже в отношении стран, которые его не ратифицировали. Ну, представим, что ни Россия, ни Украина не ратифицировали, и у нас происходит война. Так вот, Совет безопасности, он будет вполне сказать Международный уголовный суд, пожалуйста, юристы, вот вам материалы от Украины, от России, давайте их судите, потому что там совсем плохо. Они не ратифицируют, но это совсем не избавляет их от ответственности на международном уровне. Поэтому вот наша ратификация, пытки ратификации, это больше, скорее всего, имиджевый вариант и вариант давления на наших политиков, чтобы они чувствовали себя, ну, скажем так, в тонусе, ответственны перед мировой сообщеностью. Но, опять-таки, если мы будем смотреть дальше, что может нам предложить мировое сообщество, то самый больной вопрос сейчас в связи с недавними переговорами, это вопрос амнистии. Это совершенно потрясная тема, которая выглядит совершенно пестро. Естественно, самый удачный вариант, самый блестящий, который пропагандируют все ученые, это Южноафриканская республика. Там, где... По-конкретней, да, расскажите нам про то. Там, где, если не ошибаюсь, в 1994 году апартеид сменили на демократический, скажем так, режим, и темнокожие большинство жителей ЮАР решили, что они не будут мстить белокожему населению, они простят, и на этом они пришли к примирению, к национальному соглашению, и вместе сейчас решают свои проблемы в виде преступности, коррупции, низкого экономического развития и так далее. И снаружи, кажется, все вроде как хорошо. Но, если мы посмотрим, в чем заключается суть примирения, оказывается, что еще в 73-м, когда он заклеймил апартеид как преступление против человечности, в самой ЮАР, по сути дела, и белое население было против апартеида, и они понимали, что это отжившая форма. Так жить нельзя. Их не признают другие страны, и это создает проблемы. Нельзя жить даже повседневно с темнокожим населением, считая, что они люди второго сорта, и должны жить отдельно. Апартеид оттуда и происходит отдельно. И вот это, по сути дела, было практически единственным решением всего населения ЮАР отменить апартеид, политику, и провозгласить новое государство. И, собственно, белое население и голосовало в большинстве «Стоем за Нельсона Манделу». И это было нормальным исходом. То есть там не было конфликтующих сторон изначально. И, естественно, для того, чтобы в процессе восстановления исторической памяти не возникло повода для вооруженного конфликта, возможно, гражданской войны, сепаратизма и так далее, то у темнокожего населения встала дилемма. Либо они пытаются раскопать архивы апартеиды, восстановить, что же случилось с теми многочисленными тысячными жертвами, где они похоронены, что с ними, в принципе, происходило. Но при этом апартеид похоронил все свои архивы, и узнать можно было только у живых работников, свидетелей, которые, естественно, никогда бы не стали сами на себя всего наговаривать и рассказывать. Или они прощают, но взамен они получают правду о своих родственниках. И вот темнокожие населения они выбрали второй вариант. Они предпочли узнать, что происходило с их согражданами, с соплеменниками на протяжении десятилетий, где они похоронены, как их пытали. Возможно, кто это делал, но это было, собственно, не столь важно, потому что был режим апартеида, то есть это не было важно на уровне конкретных лиц, может быть. И получая все это, они одновременно прощают, не стремятся к уголовному преследованию всего белого населения, как пособников потенциальных апартеидов. И это уникальная ситуация, больше на планете такой не существует. И вот такой вариант предлагают в кавычках продать другим странам. На самом деле, если мы поговорим по вопросам амнистии, то в остальных странах вопрос амнистии более чем спорный. Я напомню, что даже Европейский суд по правам человека не дал однозначного ответа, стоит ли применять амнистию к тем людям, которые участвуют в выраженном конфликте. Поскольку амнистия, в таком случае, которая выносится до приговора суда, она подрывает суть самого закона. Закон должен сказать, кто виноват, и кто в какой степени виноват, и какой он должен принести ответственность. Амнистия после приговора суда идеальный вариант. Но тогда возникает вопрос, будет ли военный преступник рассказывать о себе, когда ему только пообещают амнистию после вступления приговора суда в силу. Он подумает, что это игра, что его обман. Скорее всего, либо ничего не скажет, либо скажет тот минимум, который можно знать и без его показаний. И здесь существует большой вопрос, как применять эту амнистию. Попробовали амнистию применять, допустим, в Аргентине, когда в 1985 году там хунту сменило опять демократическое общество. И акцент был сделан на том, что переходное правосудие в первую очередь сосредоточивается на наказании военных офицеров, которые были в хунте, но только самых главных. Для всех остальных тысяч военнослужащих вы издали два закона, по которым, по сути дела, неформально, но де-факто они были освобождены от уголовной ответственности за участие в преступлениях хунты. Тем не менее, на протяжении 20 лет бывшие офицеры преследовали, угрожали свидетелям, жертвам и не давали ходу расследованием. И через 20 лет, в 2005 году, Верховный суд Аргентины признал, что эти законы нужно аннулировать и вступает в силу нормальное судебное расследование в отношении всех военнослужащих, которые служили в хунте. И таким образом, амнистия не состоялась. Самый, допустим, экзотичный, может быть, вариант это колумбийская амнистия. Вы помните, что там есть и наркобароны, там есть повстанцы, они очень хаотически переплетаются, потому что интерес у них одни, не работает противогазударственной власти. И в результате, когда, по-моему, в 2008 году правительство вроде как преодолело очередной кризис и оказалось в положении выше, чем вооруженные формирования, то у них встал вопрос, как сделать так, чтобы вооруженные формирования сдались, сложили оружие и приступили к мирной жизни. И тогда они сделали амнистию формальную, такую смягченную. Они сказали, что те, кто участвовал в вооруженных столкновениях с государственной властью, они приговариваются к наказанию от 5 до 8 лет. При этом это касалось преступлений, такие как геноцид, убийство, пытки, то есть самые тяжкие преступления, которые, в принципе, не прощаются ни в международном, ни в национальном уголовном праве. Но Колумбия пошла на это. В то время как по Колумбийскому уголовному кодексу за эти же преступления наказание началось от 8 до 50 лет. И вот что произошло в этой стране. По подсчетам самих колумбийских властей, боевиков было не больше 15 тысяч, но записалось и захотело применить к себе этот закон 30 тысяч человек. Это что-то вдруг такое? Ну да, получилось, что мы предлагали амнистию 15 тысяч, а мы в волеизъявления 30 тысяч захотели. Говорят, мы хотим подпасть под этот закон. Так мы вас, может быть, не имели в виду. Нет, мы все равно хотим попасть под эту амнистию. А чего это? Оказалось, все очень просто. Наркообороны, даже если они не участвовали в вооруженных конфликтах, они поняли, что если они не воспользуются этим законом, то потом, когда все это пройдет, уголовное расследование, наказание, потом скажут, так, а теперь вы. И вот тут они подпадают под действие нормального уголовного кодекса. И поэтому они посчитали, что лучше они скажут, да, мы участвовали в вооруженном конфликте против власти, поэтому дайте мне, пожалуйста, 8 лет, я каюсь. И он выходит, как там один из самых известных наркооборонов, он выходит через 8 лет, но он никогда не будет осужден, потому что уголовный закон не имеет повторной силы нигде. он не будет сидеть 50 лет, в то время как его коллег, в кавычках, которые не воспользуются этим законом, скажут, ну, а теперь, а вы на 50 лет за преступления, связанные с наркоторговлей. И вот этот эффект, когда каждый, кто задействован был и в вооруженном конфликте, и в наркомафии, на всякий случай подписал соглашение, чтобы этот закон к нему применили. Но, более того, после того, даже когда 30 тысяч человек согласились на это, те территории, которые контролировались боевиками, они так и остались под контролем боевиков. То есть, сама амнистия не привела ни к чему. Еще один африканский вариант амнистии, это длительная, так называемая, освободительная война в Конго, когда после длительной диктатуры полковника, забыл, как его там, Мобут, или как-то его там называли диктатора, разразилась в 97-98 освободительная война, она хватила Руанду, Уганду, и там были действительно все, геноцид, пытки, все возможные военные преступления, потому что Конго была бельгийской колонией, и туда стеклись и иностранный легион, и наемники со всего белосреда для заработка. И там, конечно, была кровавая война, погибло по самым высшим меркам 4 миллиона человек. Это очень большое число. И вот там амнистию применили, но опять-таки пойдя в силу острой необходимости. После окончания вооруженного конфликта на территории этих трех стран, причем Конго оно в три раза больше, чем Украина, а Уганда и Иран, они такие вот совершенно маленькие, как какая-то из наших областей. В итоге вот такой гигант Конго и две маленьких страны рядом, вот на территории этих стран находилось 330 тысяч боевиков. Это большая армия. У нас на территории ЛНР, ДНР, включая российских граждан, наемников, кадровых офицеров, по сообщению нашего генштаба 34 тысячи. У нас 34, а там 330 тысяч человек. И вот куда девать эту вооруженную армию? Для того, чтобы она сдалась, разоружилась и сказала, все, мы расходимся по домам или уезжаем по своим странам. И тогда государство Конго решило, что мы провозглашаем амнистию. Мы в первую очередь это касалось полевых командиров. Им гарантируем, что они никогда не попадут под уголовную ответственность, независимо от того, какие преступления они совершали. И некоторым даже был повышен социальный статус, лишь бы только не дали команду своим подчиненным, что мы разоружаемся, сдаем оружие. Это не амнистия, это издевательство над правосудием как таковым, но у африканцев тогда не было другого варианта, потому что либо они опять ввязываются в войну, либо они терпят надругательство над правосудием, но эта армия наемников расходится, превращается либо в мирное население, либо уезжает по своим странам в поисках другого заработка. Если мы можем проецировать такую ситуацию выраженного конфликта на ДНР и ЛНР, то представим, что там было 4 миллиона погибших в ходе конфликта и 330 тысяч боевиков. Это я просто почитал, это на одного боевика приходится 12 убитых людей. Убивал он лично или не убивал, но в любом случае на каждого боевика по 12 жертв. У нас в зоне АТО, с учетом того, сколько там находится, пока приходится одна жертва на трех боевиков. Ситуация не такая катастрофичная, чтобы мы могли взять и объявить амнистию, пойти на этот шаг. У нас не безвыходная ситуация. И поэтому, учитывая... Звучит как абсурд немножко. Понимаете, когда рядовому человеку... Да, вот такое дело, когда читаешь мировые опыты, то понимаешь, что вся практика амнистии, она не сработала. А если сработала в ЮАР, то это только потому, что там люди не воевали, то изначально друг с другом. Они единодушно сказали, что да, давайте простим друг другу, расскроем правду и дальше закопаем топор войны и будем жить дальше. Но это исключительный вариант. А то, что у нас происходит в переговорах с Российской Федерацией, которая предлагает нам произвести амнистию, это противоречит нормам права и, как ни странно, это противоречит всем образцам амнистии, которые были во всех странах, которые случились. Поэтому ни мировой опыт, ни право здесь как раз нам не дают оснований к тому, чтобы мы применяли амнистию для людей, которые совершали убийства, умышленные убийства, которые были виноваты, если мы будем говорить о геноциде, если у нас будет факт о геноциде, то да, но в любом случае военные преступления международного гуманитарного права нарушали и амнистия к ним неприменима. Мы можем говорить о смягчении наказаний, частично амнистия, можем, но опять-таки только после приговора суда. Вот это и есть проблема переходного правосудия, здесь есть что почитать, подумать и применить себя. здесь в этот торжественный сегодня, допустим, для вас день, день журналистики, сотрудники масс-медиа могут найти свой кусок работы, в то время как правозащитники будут заниматься многими вещами от документирования до продвижения новых законодательных инициатив. И вот это все переходное правосудие, оно должно осуществляться только по политической воле, под контролем государства и должно выступать как единая система. Собственно, почему мы и рады тому, что телемарафон начался и можем поговорить, потому что в нашем государстве ряд политиков естественно используют те элементы и правосудия, и восстановление прав жертв, и осуждения, и восстановление исторической правды, но частично и по собственному усмотрению, а не как обязательный элемент внутренней политики государства, не как обязательную систему действий, а это совершенно разные вещи. И мы хотим сделать так, чтобы переходное правосудие стало частью внутренней политики, чтобы оно поддерживалось и безоговорочно принималось от президента до депутата места районного совета, и каждый представитель государства сдал, что он в ответе за реализацию этой политики. Вот тогда мы можем вытянуть страну из конфликта и вооруженного, мы можем вытянуть его из экономического коллапса нашего и политического. Но для этого нужно работать все вместе. Вот тут я вдруг подумала, пока вы рассказывали, что нам никак не обойтись до внедрения этого переходного правосудия не постфактум, а, наверное, до, потому что у нас же законы об амнистии, они же уже сейчас должны быть как-то подписаны, утверждены и так далее. И минские же договоренности, они же не потом, они сейчас. То есть я так понимаю, что если эту систему переходного правосудия сейчас не интегрировать в них, то это вообще большой вопрос. Да, потом придется исправлять ошибки, это еще займет в несколько раз больше времени. И если мы, допустим, посмотрим на то, что нужно менять в соответствии с принципами переходного правосудия, я не нашел ни одной отрасли, которая бы не затронула эта цепочка реформ изменений. Ну, допустим, тот же самый наш уголовный кодекс. Он, в принципе, неплохой, мы вроде как все там учли. Но инцидент где-то три недели назад, когда вертолет завис над домовладением одного бизнесмена неподалеку от поместья президента, сделал четыре выстрела из вертолетной пушки, ну, это или крупнокалиниверный пулемет, или пушка, я там уже не помню, от выстрела зажегся куст, сгорел, испугом сын хозяина и охранник. Спикер по Киевской области от полиции говорит, да, мы возбудили уголовное расследование по статьям на такой-то умышленное уничтожение имущества путем поджога. В человека в его поместье стреляют из пушки на вертолете, который висит над его домом, ну, и хорошо, что он не поджег домом. Но это умышленное повреждение путем поджога. Я листал эту статью, оказывается, она вступает в силу тогда, когда есть тяжелые последствия. Но куст к этому не относится, его стоимость не дотягивает до минимальной суммы до уголовной ответственности. Потом я начал листать, посмотреть, что оказывается, если этот вертолет был бы угнан военнослужащим, да, можно применить статью за завладение, умышленное завладение или угон военной техники. А если это совершенно то, что случайно, но гражданское лицо, которое не состоит в вооруженных силах, если это проецирует на зону АТО, допустим, стоит колонна нашей бронетехники, все вышли попить, покурить, и тут местный житель под действием правоалкоголя в крови залазит в БТР и ровняет дом своего соседа, потому что он ему не нравился. Вот что к нему применить? Завладение военной техникой? Нет. Это только для военнослужащих. А умышленное повреждение имуществом опасным способом? Можно. Если дом, опять-таки, сумма дома, или просто курятник поравняет его собаку, задавит, просто страх наведет, то статья даже не применяет и это к нему невозможно. Хулиганство? Можно. Это же смешно. И вот когда мы разбираем такие случаи, мы понимаем, что наш уголовный кодекс, он не приспособлен под осуществление правосудия в военный период. Как ни странно, в нашем уголовном кодексе прекрасно расписано все, что относится к зоне чернобыльской катастрофы. Это и торговля радиоактивными веществами, и зараженными материалами, и умышленное проникновение. Все там предусмотрено. Вот вооруженный конфликт у нас не был актуален, поэтому этот сектор у нас в уголовном кодексе прописан очень штрих-пунктирно. Если опять возвращаться к ситуации с вертолетом, представим, что военнослужащие, которые могут попасть под действие нашего уголовного кодекса, находятся не в зоне боевого конфликта, а, допустим, перемещаются из Львова в Днепропетровск и потом в АТО. И где-нибудь в Кировограде, вот он, что-то ему не понравилось, цена в киоск или качество беляша, он взял своим БТРом, разровнял этот киоск, и все. Он будет отвечать как военнослужащий по статье «Умышленное завладение тяжелой техникой и уничтожение имущества?» Нет. Он будет отвечать как цивильное лицо. Как незаконное действие отношения мира населения? Не может. Зона ни АТО, ни боевых действий. И опытный юрист, конечно, найдет правильную квалификацию действий. Но это будет целый ряд четырех-пяти уголовных статей. Это будет очень сложно. Если мы посмотрим, кто у нас судьи, кто проводит расследование на уровне МВД, национальной полиции, национального бюро, прокуратуры, мы поймем, что таких юристов у нас нужно еще поискать. И поэтому первая претензия к уголовному кодексу. Нужно его немножко усовершенствовать. Второй пример это то, что происходит сейчас с нами на наших глазах. это наша история последних двух лет. И то, насколько важно самые элементарные действия, правильно запоминать и записывать то, что у нас происходит. Чтобы потом мы своим детям рассказывали не то же самое, что будет вкладывать телевизионный ящик в головы, а то, что мы видели сами, но видели правду. Мне как-то доводилось выступать перед студентами, я просто ради шутки спросил. Вот вы помните, сколько на Майдане было людей. Все как один. Один миллион человек, ну что там, плюс-минус с копейками. И это самая большая утка, которую родили наши телевизионные каналы, которые тогда работали на потребу толпе. На Майдане не помещается миллион человек. Его может посетить в течение суток, может быть, миллион человек, это без проблем. Но сам Майдан помещает 84-87 тысяч человек, но это тогда, когда заполнены все близлежащие улицы. А во время Майдана, когда мы с правозащитниками из инициативы ОЗОН по мониторингу Мирных Собраний считали буквально людей, ну мы могли ошибиться на две тысячи. Там было не больше 36-37 тысяч человек. Вот это общая волна. Даже не верится слушать. 1 декабря та общая волна, которая хлынула от университета Шевченко и смыла милицию, которая там бежала. Ну это были, в общем-то, внутренние войска. Вот это было не больше 40 тысяч человек. И вот это все оказалось, правда миллион, не поверите. Не миллион. И когда они сами залезли в Google, это же молодое поколение, оно же никому не верит, ну я их уважаю. Снимки со спутника, оценка, все, они посчитали, ух, а что ж мы так купились? ребята, вы были на Майдане? Мы были на Майдане, вы это видели, видели, но мы же не считали. Так зачем же вы повторяете то, что вы просто априори взяли себе в голову? Кто вам из ваших детей и внуков поверит, что там был миллиончик? Он тоже залезет в уголское дедушко, ну ты маразматик, так не бывает, там 80 тысяч помещается. Ты вообще был на Майдане? И вот вы тогда будете краснеть перед внуками. Второй, говорю, вопрос-то за сыпку уже более серьезный. Улица Грушевского, стадион Динамо, жгутся автобус, начинается столкновение между кем и кем? Ну, между нашими и милицией. Говорю, хорошо, ну наши будем считать, что это Майдан, хотя в уши там была, если помнить, разнослойная композиция, в первых рядах там был правый сектор как провокаторы, в любом случае они поначалу так выступили, а потом уже процесс сам пошел. И говорю, с другой стороны, кто? Ну, конечно же, Беркут. Ну, там в первых рядах молодежь стояла. Молодежь, говорю, откуда? Тетушки? Не, они были там милиционерами. Ну, короче, молодые милиционеры. Ребята, в первых рядах там стояли внутренние войска из Петровцов и из Венеции. Два полка внутренних, а за ними действительно стоял Беркут. Вот это и было. Но стенка на стенку Беркут был только во время Майдана и во время тогда вылазок Беркута по этим улицам. Тогда еще было. Но там вот как раз стояли внутренние войска и более там даже были курсанты Харьковской академии внутренних войск. Это даже были еще и не в полном смысле слова профессионалы. И они сели и говорят, да. Немножко другая картина. Так вот, вы видели Майдан, вы там были, что будете рассказывать своим детям? И вот к этому приводит обычный процесс документирования. Когда нас спрашивают, зачем вы ездите по селам АТО, зачем вы спрашиваете, зачем вы пытаетесь восстановить историческую правду. Вот именно для того, чтобы никакой политик после не мог сказать, мы вывели на Майдан два миллиона и мы победили. Нельзя туда вывести два миллиона. И поэтому все военные преступления мы пытаемся сейчас документировать в нашем центре. Документирование это идет очень тяжело, потому что и люди не хотят бояться еще говорить. И те, у кого находятся такие данные, они их берегут, думая, что это их личная собственность, их личная информация. На самом деле эта информация принадлежит нашей нации. И развивая эту тему в нашем центре, мы, допустим, показываем, что стыдно не делиться этой информацией, потому что как только мы объединим всю информацию о вооруженном конфликте, мы получим более-менее объективную правду. И то, сколько сепаратистов сидят в так называемых ямах-подвалах с нашей стороны, которых бойцы АТО периодически сдают в избу, периодически берегут для себя как обменный фонд. И то же самое происходит с той стороны, сколько там и погибло активистов, и сколько там преследуется активистов и людей, которые просто попали в так называемые подвалы ДНР, ЛНР просто так, потому что не разобрались. И вот тогда, когда у нас эта правда будет, тогда мы можем сказать, что теперь вот этой правдой пользуйтесь все. Политики в своих целях, добросовестных, конечно, адвокаты в своих целях, законодатель в своих целях, делайте законы, историки, пишите свои истории. То есть из этого материала потом могут брать бонусы все. Но для начала этот материал в виде документов исторического правды нужно собрать. И сейчас мы в частности нацелились на этот аспект. Хотя, конечно, и вопрос законодательства он тоже такой болезненный, актуальный, что мы тоже не можем проходить. Поэтому наши спилки проходят иногда время от времени попытки защитить на уровне европейского суда и будут мои коллеги рассказывать. И в этом году они сделали совершенно беспрецедентное прецедентное дело, когда впервые наш национальный суд выплатил компенсацию за разрушенный дом в зоне АТО жительницы. Ну, естественно, что теперь наше государство должно вздрогнуть и представить, сколько оно должно в принципе выплачивать за разрушенные дома. Неважно, с чьей стороны оно обеспечивает безопасность, поэтому несет ответственность за нанесенный ущерб. Но это все вопросы ближайшего будущего. и если вы увидите, какой здесь массив работы. Олег, ну и вот прежде чем мы закончим это интервью и передадим слово вашим коллегам, вот есть такое понятие как месть. Или, ну, без этого никак не обойтись и как с этим жить. Вот, потому что ведь очень много, мы, я думаю, что мы еще очень много узнаем о тех, кто погиб и там с одной и с другой стороны. и это очень сложно, это разделенные семьи, это разрушенные судьбы, это все сложно на самом деле. Может быть, эти боевики соберутся и уйдут или там, я не знаю, будут посажены в тюрьму, но те, кто остался и вот те, кто туда вернется потом после этого, им надо научиться с этим жить. Вот, месть, куда ее девать? Ведь это же, ну, такое чувство, прямо скажем, мы никуда ее не денем. Другое дело, что, скажем так, волна возможной мести после прекращения конфликта, она будет обратно пропорциональна действиям государственной власти. Иными словами, если государственная власть скажет, что все мы злые друг на друга, но давайте, придерживаясь буквы закона, будем наказывать виновных именно за то, что они сделали. Если это не подлежит уголовному наказанию, это будет моральное осуждение в той мере, которую этот человек заслуживает. И расскажет, как это может быть и предложить механизмы. Если государство здесь не сработает, будет такая же упущенная ситуация, как, собственно, она и была на Донбассе, когда они провозгласили так называемый ЛНР-ДНР. Это было упущение нашей внутренней политики, нашей идеологии, до которых мы не донесли людям, для чего нужен был Майдан. Это был Майдан не против них, не бандеровцев против Схиднякова или прочей ересью, которая сейчас оперирует российская пропаганда. Мы не донесли идеи, для чего мы это сделали, и мы не донесли возможной пользы от того, что мы будем иметь после этого Майдана. И вот на этом упуске сработала Российская Федерация. Точно так же после конфликта, если государство сразу не предложит механизмы компенсации, ресоциализации, реабилитации, гарантии неповторения такого конфликта, да, случаев вместе с обеих сторон будет чрезвычайно много, и мы будем, по сути дела, вынуждены наказывать как бывших участников вооруженных формируетов со стороны ЛНР-ДНР, так и наших бывших военнослужащих, добровольцев, волонтеров, которые тоже будут мстить. С точки зрения закона, к сожалению, это одинаковое уголовное преступление, если оно там достигнет, естественно, того уровня. К этому нужно быть готовым. Поэтому, обращаясь опять к теме переходного правосудия, мы должны говорить о том, что мы не будем мстить друг другу, но что мы сделаем? Мы накажем преступников с обеих сторон в равной степени объективно, независимо от того, был ли это полковник, наших вооруженных сил, либо это был какой-нибудь подчиненный Моторолы, который по пьяни взял и застрел пять мирных жителей. Они оба должны сидеть, каждый по своей статье на столько лет, на столько скают суд. Если это ресоциализация, то да, мы должны будем признать, что да, жители ЛНР, ДНР мирные, вы такие же жертвы вооруженного конфликта и вот этого режима, который у вас был, как и наши жители с нашей стороны, чьи дома были разрушены, которые покинули места. Это тот почти миллион внутренне перемещенных лиц, это все жертвы вооруженного конфликта и должен быть судебный вердикт согласно международным документам, который признает, что за ними закрепляется статус жертвы. Не обязательно, чтобы это были ежегодные социальные выплаты, самое главное, чтобы судом было признано, собственно, государством, что это жертвы. Мы должны говорить о том, что если мы считаемся с национальной памятью и людьми с обеих сторон, то должны быть установлены, ну, скажем так, памятники, или как называется по-английски калька, мемориализация, то есть закрепление в памяти погибших. Поэтому мы должны терпеливо относиться к тому, если жители населенного пункта ДНР и ЛНР прикрепят табличку, что здесь погибли люди, которые сражались за независимость Луганской области, подразумевая как раз боевиков ЛНР и ДНР. И мы должны быть готовы к тому, что нам придется таких памятных досок с нашей стороны крепить тоже много, потому что каждый захочет увыковечить память своего жителя, ну, соседа по кварталу, по селу и так далее. То есть это тоже большая работа. И все эти музеи, памятные доски, они не должны оскорбляться ни с одной из сторон, они должны к этому терпимо относиться, чтобы со временем люди сами поняли, кого нужно чтить, а кого можно, так сказать, не забывая снять, допустим, доску, или отменить музей. Возможно. Но это просто прогнозы. Если мы говорим о том, что должна быть восстанавливана историческая правда, да, должна быть национальная комиссия правды, образованная, естественно, по инициативе Кабмина, президента, в нее должны войти представители обеих сторон, которые разложат по полочкам и с фактами покажут, как развивались события, и кто кого бомбил в какой-то момент запрещенным, не запрещенным оружием. Это все должно быть известно. Потом часть этих материалов пойдет, естественно, в суд, но часть просто останется именно как историческая хроника. И вот когда у нас все это будет сделано вкупе с реформами, которые сделают так, чтобы наши вооруженные силы имели кадровый потенциал, который не обучался в Российской Федерации, не подконтролен неофициальному влиянию влиятельных лиц спецслужб с Российской Федерации или с другой стороны, вот тогда мы будем быть уверены, что даже те, кто пылал местью, они поймут, что государство сделало все возможное, чтобы пресечь возможные попытки сепаратизма в будущем и наказать в настоящем тех, кто уже это совершил. Ну, равно, конечно, как и наказали людей с нашей стороны. Тогда уровень мести сразу, естественно, как показывает мировая практика, он упадет в разы, хотя тоже, естественно, случай мести никто не будет исключать. Но это длительный процесс. Босния идет по этому пути уже больше 20 лет и у них есть проблемы до сих пор. Остальные страны тоже, работая в схеме переходного правосудия, они работают тоже не один десяток лет, и это нельзя сделать все за один, за два года. Это не так, как принял закон, и все, мы отчитались, мы все сделали. Это очень длительный процесс. Поэтому вместе, да, никто не сбрасывает с весом. Ну, это я просто вот в сочетании с амнистией, потому что это важный вопрос на самом деле. Олег, я хочу вас поблагодарить за то, что, искренне поблагодарить за то, что вы инициировали этот марафон, поблагодарить за то, что так много интересных гостей мы будем встречать и здесь, я хочу напомнить, что это совместный марафон, который посвящен переходному правосудию. Это совместный проект с Украинской Хельсинской спилкой справ Людыны. Олег представляет эту уважаемую правосуществительную организацию. Оставайтесь с нами, мы ждем следующих гостей. Олег, еще раз спасибо. Спасибо.